Мы знаем, как работают деньги, мы знаем, сколько они стоят, мы знаем об этом всё и расскажем вам. Программа «Экономика по-русски». Доброе утро, доброе утро. В программе «Экономика по-русски» сегодня с вами Денис Ракшай. Программа у нас будет необычная. У меня сегодня есть даже не гость, а соведущий. И это Михаил Хазин, которого давненько не было на русской службе новостей, и который не просто так с нами сегодня, а у него ещё и день рождения. В этот знаменательный день, собственно говоря, вся программа практически будет посвящена тому, чтобы его поздравить с этим днём рождения. Михаил, доброе утро. Я тебя поздравляю, дорогой. Спасибо. Дорогие товарищи, вы начинаете прямо поздравлять с порога Михаила, потому что все наши экономические обсуждения, они так вокруг темы. Вопрос задавай. Ну, прям сразу вопрос. Значит, я предлагаю несколько тем на выбор. Из них одна такая полушутливая будет, а несколько очень даже серьёзная. Задавай вопрос. Ну, во-первых, что может быть серьёзнее? Я гость. Какие вопросы? Мы с тобой обсуждать будем. Какие вопросы? Давай я на него буду отвечать. Гости, гости. Не надоели ли вам хозяева? Ну, собственно говоря, 1 мая, насколько я понимаю, прошло чуть ли не первое, нет, второе, наверное, после учреждения этой награды, награждение новых героев труда, которые не социалистического теперь. И награждены были аж 5 человек, причём они так вот, как бы, прям по квотам практически, учитель, там, доярка, но я не помню. Учитель я ещё могу себе представить. Но как давать награду герой труда человеку, соответственно, на чьём труде наживается какой-нибудь капиталист, я себе представить не могу. Это у меня в голове... Герой капиталистического труда, всё нормально. Нет, я попрощение. Если бы он получал деньги за это, вот он, как бы, сколько заработал, столько и получил. Но он же получает нищенскую зряплату. Ну, почему обязательно нищенскую? Ну, нищенскую. Ну, потому что мы все читали Маркса, и мы все знаем, как распределяется... Маркса уже не все читали, уже половина тех, кто его читал, не с нами. Мы с тобой, мы с тобой читали. Там всё, как бы, известно, да, как бы, что всё отбирает капиталист, поэтому, соответственно, давать награду. Ну, это примерно то же самое, что награждать, как бы, раба в рабовладельческом обществе за, как бы, особо прогрессивный труд. Ну, вот, мне кажется, это идиотизм. Государству-то нашему нужно... Ну, смотри, мы возвращаемся к символике, к смыслам Советского Союза. Смыслы, они были основаны на чём? У нас не было частной собственности, и любой человек, который работал, трудящийся, он трудился на всё общество. Да, он был герой социалистического труда. Хорошо, социалистического, но он работал на всё общество. Он создавал ценности для всего общества. А теперь он, соответственно, создаёт что-то для того, чтобы какой-то конкретный, значит, журналист... Не обязательно, если он учитель, подожди. Ездил в Крушамин. Подожди, ну, если он учитель, он создаёт ценности для всего общества. Учитель, да, учитель, да. Хотя программы, по которым он учат, меня вызывают, мягко говоря. Подожди, это уже другая история. Но он же может добросовестно и даже эффективно учить по этим программам. Учитель может. Вот. Насколько я помню, из-за пятерых награждённых, там, по-моему, никого даже не было из частных предприятий. Газеты частные, журналистов там были? Нет, журналистов, по-моему, не было. Там был, по-моему, один вот сельскохозяйственный предприниматель, типа фермера, но он сам на себя. Ладно, хорошо. Принимается. Нет, ну, согласись, что, ну, что-то нужно. Согласись, что это проблема. Нельзя просто за деньги всем работать. Согласись, что это проблема. Я прошу прощения. А за деньги, если за деньги, то это как бы автоматически отсюда следует целая куча разных проблем, начиная от ювенальной юстиции и кончая от того, что происходит на Украине. Подожди, ювенальную юстицию мы сегодня трогать не будем в этот светлый день. А как ты считаешь, вот независимые экономисты могут претендовать на звание Героя Труда в наше тяжёлое время? А что такое независимые экономисты? Много у нас независимых? Нет, я не говорю, что их много. Назови мне пример независимого экономиста. Есть у меня один знакомый, Михаил Хазин, у него день рождения сегодня. Ничего подобного. Ты не независимый. Нет, я в чём-то ограничен. Для примера, да. Мы можем в рамках компании Неокон заключить контракт с кем-то. И если после этого я начну выступать и говорить, что этот кто-то, ну как бы там... Леонидович, давай без звериной серьёзности. Я не без звериной серьёзности. Я хорошо понимаю, что жизнь штука сложная. Ну хорошо, ладно, экономисты мы независимы. Договорились. Вот макроэкономисты уж точно независимы. С микро имеются... Они же могут трудиться на благо всего общества. Мы трудимся на благо всего общества. И даже быть иногда героями труда. Нет, ну, я думаю, что до этого мы не доживём. Но я как бы это ощущаю, да, потому как, как бы, меня зовут в регионы, и как там, значит, со мной общаются. Я понимаю, что некоторую, как бы, ту задачу... Ну, грубо говоря, каждый человек должен иметь некоторую гражданскую позицию, некоторую, как бы, вот, деятельность, которую он делает, не потому что за неё платят, а потому что он считает, что это нужно. Я считаю, что моя задача, это объяснять людям, как реально устроена экономика. Получается, не получается, это вопрос отдельный, но я стараюсь. Хорошо. От очень серьёзных к не менее серьёзным темам переходим. Прямо перед майскими праздниками у нас состоялась, это наша с тобой любимая тема, состоялась саммит глав государства таможенного союза, который грозит перерасти в экономический союз. Где-то в конце мая, в последних числах мая должны подписывать этот самый договор об экономическом союзе, который должен начать действовать с 1 января 2015 года. Во всяком случае, по замыслу так должно быть. Но, по-моему, о чём-то они не договорились. Во всяком случае, президент Беларуси Лукашенко очень активно выступал по поводу того, что ему не нравятся изъятия, которые устраняться должны аж в течение 10 лет. Ну, как бы, Лукашенко же совершенно гениальный переговорщик, он же торговаться умеет просто гениально, особенно если вспомнить, что он хохол. Ну, это просто как бы вот это, он это мастерство отточил совершенно гениально. То есть, ты считаешь, что это цирк с конями, театр... Ну, это, как бы, нет, разумеется, если его пошлют, он обидится. Но я думаю, что там будет... Но он же за живые деньги бьётся. Да, он же не для себя, а для страны. Ну, понятное дело, они... Ну, так чем проблема? Не користи ради. Ну, молодец. А у нас есть реклама? У нас нет рекламы, отлично. Мы живём без рекламы, это в честь твоего дня рождения. Отбиться? Отбиваемся. Экономика по-русски. Понять, чтобы заработать. Продолжаем программу «Экономика по-русски». В студии Михаил Хазин и Денис Ракша. Кто из нас ведущий, а кто гость, уже непонятно. Как ты ведущий? Ты ведущий, я гость. А тебе всё. Нечего-нечего. Номер телефона прямого эфира 495-788-107-0. Номер для СМС-сообщения 925-101-107-0. Адрес сайта русновости.ру. Михаил Хазин категорически отказывается выходить опять на работу, потому что он устал. А тебя сколько тут не было уже в эфире? Ну, с 30 декабря. А, то есть 4 месяца мы практически отмечаем. А сегодня мы отмечаем ещё и день рождения Михаила. И все поздравляем. Сколько можно повторять одно и то? Все уже услышали. Может быть, к нам кто-то присоединился только что и не слышал самого главного. Поэтому вы звоните в прямой эфир. Вот уже есть звонки. И сейчас мы будем принимать поздравления. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Добрый день. Это Нина Васильевна. Я действительно поздравляю Михаила Хазина с днём рождения. Хочу пожелать ему творческих успехов, а также доброго здоровья. И слушаю я только его и вот вашу программу по радио. Везде формат. И сегодня родился Маркс, которого я, кстати, читала «Капитал» уже сама. Как говорится, не будучи ни в партиях, ничего. Так что видите, какой знаменательный день. Да, это непростое совпадение. Нет, это абсолютно непростое совпадение. Все, соответственно, астрологи от нашей семьи шалеют. Дело в том, что мой дедушка родился 25 октября 1913 года. И день рождения праздновал, естественно, 7 ноября. У него было двое детей. Мой папа, который родился 22 апреля. Для молодёжи, которая, может быть, нас слушает. Я сообщаю, что это день рождения Владимира Ильича Ленина. А его сестра младшая, которая родилась 5 декабря. Опять-таки, для молодёжи, и даже, может быть, уже для людей среднего возраста, я напоминаю, что 5 декабря – это день Сталинской Конституции. Про которую даже песня была называющейся словами, начинающейся словами «Широка страна моя родная». Потом из неё соответствующий куплет вырезали, но можно его даже напеть, если ты помнишь. Подожди, какой куплет? Ты не помнишь куплет? Но всю песню-то я вроде помню. За столом никто у нас не лишний, по заслугам каждый награждён. Золотыми буквами мы пишем всенародный сталинский закон. Этих слов величия и славы никакие годы не сотрут. Человек всегда имеет право на учёбу, отдых и на труд. Потрясающе. Ну, хорошо, что мы не стали это петь с тобой. Но это у нас плохо. Я думаю, это было бы посильнее Фауст и Гёте. Да. Да, есть ещё звонки. Пожалуйста, алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Урман Маргарита Ивановна звонит вам. Очень приятно, Маргарита Ивановна. Я поздравляю Михаила Хразина. Я его обожаю. И так давно его не было, что мы даже соскучились по нему. О, да. А вы не представляете, как мы пососкучились. Вот специально я и привёл его для вас. Да. Он меня очень долго мучил. Я хотел сегодня утром поспать. Нет, здоровья вам, Михаил. Здоровья. И всех благ. Спасибо большое. А главное здоровье. Спасибо большое. Человеку нужно. А у меня есть предложение. Почему бы нам не устроить в Ньякуне радио? Радио. Конечно, устроим. По-моему, нет ничего проще. Просто понятивно по интернету сейчас какое угодно радио можно устроить. Да. Надо устроить радио. И всё. И все проблемы будут решены. Нет, ничего проще. Алло. 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 Да, здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Вану Владимирович. Я кавказец и желаю вам здоровья, долголетия. Самого-самого хорошего. Спасибо большое. И счастья в личной жизни. Спасибо большое. Спасибо. Алло. Доброе утро. Доброе. Михаила, конечно, уважаю как человек, порядочный экономист, очень грамотного. Но хотел бы ещё с днём рождения, 20 лет. И хотел бы... Маленький вопрос, уже профессиональный. А что делает товарищ Глазьев в команде этих неолибералов, так сказать? Не можете объяснить? Хотя бы потом или когда? Пожалуйста. Спасибо. Он пытается... Насколько я понимаю, он не в команде неолибералов, но в команде Путина. Он не в команде неолибералов, он в команде Путина, да, и пытается как бы вектор нашей внутренней политики сместить в правильном направлении. Но нужно при этом учесть, что Серёжа Глазьев, он на самом деле редкий случай человек, у которого есть своя позиция в экономике, который совершенно не считает, что солнце всходит в Вашингтоне, но и который вместе с тем не является таким вот махровым патриотом, который, значит, искренне считает, что нужно установить железный занавес и, соответственно, игнорировать весь мир, потому что это, во-первых, невозможно, а во-вторых, это вредно. Вот. Но нужно при этом понимать, что влияние это, оно всё-таки очень ограничено. Да, ну зачем-то же Владимир Владимирович всё-таки Сергея Глазьева на этот пост назначил и продолжает слушать его консультации, если я правильно понимаю. Наверное. Так, сообщение ещё. Михаил, не ошибусь, если скажу, что слушатели РСН, как и я, очень рады Вашему возвращению, с удовольствием буду слушать Вас, как и прежде, с уважением к Вам. Нет, я не возвращаюсь. Я не возвращаюсь. Я сразу прибираю. Это просто светлый день сегодня. Я зашёл гостем, гостем я зашёл в передачу, потому что ведущий Денис меня очень долго пинал ногами, чтобы я это сделал. Ну, не было ещё дня, я тебе напомню, мы с тобой, между прочим, знакомы уже ни много ни мало 14 лет. 14? Да. Мы знакомы с конца 2000 года. 2000, ну почти 14 лет. И вместе работаем все эти годы. Да. И ни разу ещё мне не представлялось возможности тебя поздравить иным способом, кроме как либо там в кругу семьи, либо в кругу сотрудников в офисе. Ну да. Поэтому я не мог не воспользоваться такой возможностью. И увидев, что у меня сегодня эфир в твой день рождения, я замыслил... Недобро. ...каверзу. Ну, замыслил недобро. Ну, уговаривать... Ну, хорошо, ладно, мы будем взговаривать. Так вот, Лукашенко, смотрите, Лукашенко и Назарбаев оба, насколько я понимаю, были не очень довольны теми не до конца согласованными условиями или изъятиями, которые ещё до сих пор существуют в этом союзном договоре. Тем не менее, Назарбаев, насколько я опять же понимаю по там стенограммам всяким, ничего вслух особо не говорил. И единственное, что он сказал, что да, мы ещё всё можем согласовать, у нас есть месяц, никаких особых претензий вслух не высказывал. Между тем, как Лукашенко, мало того, что до саммита высказывал свои претензии, вроде во время самой встречи и пресс-конференции итоговой он молчал, но зато вчера он опять на своём каком-то мероприятии сказал, что если не согласуем, то не подпишем. Не, ну, Бог ради. Ну, как бы нужно понимать, что Назарбаев и Лукашенко это люди совершенно разной истории. Назарбаев, член политбюро ЦК КПСС. И он, я даже не знаю как, он даже не царь, он отец нации. Ну, он так, да, он так и есть. Такой, отец нации. Там даже официально, по-моему. Ну, это не важно, вот, ну, как бы вот по статусу, да, по реальному. И все понимают в Казахстане, что он вот, и поэтому никто не сомневается, что он будет там защищать, ещё чего. И самое главное, он абсолютно защищён от... А что же, Лукашенко кто-то сомневает? Он защищён от внешней критики, вот что самое главное. А Лукашенко это человек, на которого постоянно идёт очень мощная атака, особенно Запада. И по этой причине он должен очень тщательно отрабатывать вот свою позицию. Я думаю, что это тоже сыграло свою роль. Я предлагаю дождаться конца мая. Но кроме того, у него вообще стиль более жёсткий, чем у Назарбаева. Назарбаев человек восточный, он такой мягкий стиль. А скажи, вот как ты, по твоим ощущениям личным, вообще успеют согласовать и подпишут ли, если не успеют? Я думаю, что успеют. То есть, этому самому Евразийскому экономическому союзу быть? Ну, конечно, естественно. Хорошо, с этим мы уходим на рекламу, после неё продолжим. Уже рекламы, нет рекламы. Продолжаем программу «Экономика по-русски». Мы сегодня живём практически без рекламы. В студии с вами Михаил Хазин и Денис Ракша. Мы сегодня введём программу вместе, хотя Михаила настаивает, что он в гостях. У него сегодня день рождения, и мы все его поздравляем и желаем всего самого-самого лучшего. 495-788-107-0. Телефон прямого эфира. 925-101-107-0 для смс-ок. И адрес сайта русновости.ру. Ещё две темы у нас остаётся. Одна серьёзная, другая не очень. Серьёзная, серьёзнее не бывает. Это первый этап переговоров между Россией и Евросоюзом, с участием Украины, по-моему, по поводу условий поставок газа. Напомню, что этот первый этап переговоров закончился безрезультатно. И, тем не менее, на нём были озвучены очень важные вещи. Где-то пару недель назад Владимир Путин, если мне память не изменяет, написал письма всем руководителям государств потребителей нашего газа европейского. Больше уже месяц прошло. Что? Уже, наверное, месяц прошло. Может быть, месяц назад. Но это не важно. В ответ он получил не от них письма, а от Евросоюза. Это главная вещь, по которой сегодня идёт спор. Россия хочет иметь дело с отдельными странами-получателями, потому что у них у всех разные истории, разные цены, разные контракты. А, соответственно, Евросоюз хочет выступать единым фронтом. Под всем. И говорит, типа, вы будете продавать газ Евросоюзу, и мы уж сами будем решать. Под этим, на самом деле, имеется чисто финансовая подоплёка. Дело в том, что очень большая разница в цене между себестоимостью газа и розничной продажей потребителя. При этом 50% накрутки идёт на последнем этапе. Где последний этап находится? Последний этап находится в Европе. Это розничные сети. То есть, кто это накручивает конкретно? То есть, эта прибыль, которая идёт, эта прибыль остаётся в Евросоюзе. Поэтому у «Газпрома» всегда было желание покупать розничные сети. Евросоюз всеми своими энергопакетами стремится сделать так, чтобы «Газпром» не мог покупать розничные сети. Только розничные, но магистральные тоже. Значит, чтобы прибыль была в Евросоюзе. Чтобы «Газпром» мог получить только небольшую часть общей прибыли от розничной продажи газа. В этом случае Евросоюз хочет покупать у «Газпрома» газ на границе Российской Федерации. На границе Российской Федерации по оптимальной оптовой скидке. А дальше накручивать к нему 60-70-80% цены и всю прибыль оставлять у себя. С точки зрения бизнеса, ну «Газпром» должен быть полным идиотом, чтобы соглашаться на такие условия. Ну, мне кажется, что тут всё-таки не только деньги. Потому что, кроме всего прочего, ведь Эттингер, да, этот самый комиссар Евросоюза энергетический, заявил, что в инфраструктуру как бы Евросоюза они хотят включить Украину, Грузию, там, ну, то есть тех, кто вообще в Евросоюз даже в страшном сне не входил. Ну, это дополнительный фактор. Вообще сейчас нужно понимать, что Евросоюз – это очень специфическое образование, на котором, в общем, сегодня уже США и Китай поставили крест. Ну, это как бы отдельная тема. Но последние 10 лет единственной логикой, в рамках которых он развивался, была логика расширения. Мы расширяемся, а страны уже брать нельзя, уже и так очевидно, что перебрали. А значит, что нужно там? Расширять инфраструктуру и т.д. и т.п. Кроме того, у Евросоюза имеется еще одна очень большая проблема, ему нужны рынки сбыта, и можно не сомневаться, что там. Подожди, подожди. Миш, я знаю, что ты про Евросоюз можешь говорить долго и с наслаждением, но сейчас мы обсуждаем очень конкретную проблему – нерасширение Евросоюза. Я не следил за этими переговорами. Ну, смотри, вот я тебе рассказываю, что там было. То есть, на самом деле, там ведь что интересно. Меня вот занимает два вопроса. Вопрос первый. Не создается ли вот этой позиции еврочиновников конфликты внутри Евросоюза, между, собственно, Евросоюзом и странами, входящими в него? Да, конечно. Тут даже и вопросов нет. Потому что, ну, как бы, мы сейчас живем с ними под двусторонним, я имею в виду ГАЗ, да, под двусторонним соглашением. У кого-то более льготный режим, у кого-то менее, насколько я понимаю, самый льготный, наверное, у Германии и Италии. Ну, может быть. Они тоже зарабатывают на этом деньги. А если Евросоюзу удастся продавить свои условия, то зарабатывать будет он, а не они. Да, это точно. Они свои деньги потеряют и будут платить их Евросоюзу. Да. Кроме того, ну, как бы, вот этот вот, этот третий энергопакет оспаривается Россией сейчас уже на уровне ВТО. Ну, во всяком случае, этот процесс запущен. Что тоже соответствует реальности. Да. И второй вопрос. У тебя не складывается ощущение, что вот как для России ситуация на Украине послужила толчком для, как бы, обретения своей идентичности, точно так же эта ситуация послужила таким же толчком для Евросоюза? Нет. Значит, идентичность Евросоюза, на самом деле, она связана с тем, ее рост, что не хватает денег. То есть, общий враг в лице России тут не играет роль. Россия один из врагов. Значит, основная проблема, не хватает денег. Дело в том, что, на самом деле, если смотреть с точки зрения, если брать аналогии, то Евросоюз это СССР, там, 90-го года. И вот почему. Дело в том, что, когда он создавался, был экономический рост и был большой избыток денег. И все законодательство Евросоюза, невероятно сложное, очень разветвленное, там, тысячи страниц закона и т.д. и т.п., но направлено на, как бы, более-менее справедливое, ну, в рамках некоторого понятия справедливости, распределение этих денег. Проблема состоит в том, что, когда денег нет, начинаются проблемы, потому что в законе написано, надо распределять. А денег нет. И изменить эти законы невозможно. Их можно только списать целиком. То есть, фактически, для того, чтобы сохранить Евросоюз, необходимо его сначала распустить, ликвидировав все законодательство, созданное за эти 20 лет. А потом начать снова дестерализироваться. Я тебе скажу. Но у нас есть чиновничество Евросоюза, очень большое. Это и брюссельские чиновники, и всякого рода парламентарии, и, соответственно, всякого рода общественной организации, и руководители малых стран, которые от Евросоюза довольно много получают, которые ужасно не хотят, чтобы он разрушился. И по этой причине они предлагают титанические усилия для того, чтобы централизовать Евросоюз. Ну, а разве Германия хочет, чтобы Евросоюз разрушился? Кто вообще хочет этого? Германия, настроения по выходу из Евросоюза в Германии растут. Не, подожди. Настроения, ты имеешь в виду, там, каких-то людей в Германии, да? Мы имеем, я сейчас говорю о Германии как государстве, а не как консолидированной парламентарии. Германия ведет ситуацию к тому, чтобы центр принятия решения был не в Брюсселе, а в Берлине. Да. Это их устраивает. Поэтому, с точки зрения стратегии, им может быть и выгоден распад Евросоюза, потому что обратно он будет собираться через Берлин. Но Германия никогда не выступит инициатором, она не может себе этого позволить. И по этой причине все вот это вот, оно будет еще какое-то время продолжаться. Собственно говоря, у меня абсолютно твердое убеждение, под это есть основания довольно серьезные, что то, что происходит на Украине, это одно из следствий войны между США и Китаем за рынки Евросоюза. Еще раз повторю, США и Китай, Евросоюз уже в среднесрочной перспективе списали. Ну, ладно. Вот, и поэтому нужно понимать, что Евросоюз сегодня все свои переговоры пытается вести так, как будто бы он единый центр. Обязательно, ни в коем случае, центростремительные все тенденции, они пытаются подавить в зародыше. Именно по этой причине они вот делают то, что они делают, в том числе. То есть, там есть и другие причины, идеологические, сильная нелюбовь к России. Не потому, что она себя неправильно ведет, а по факту ее существования. Вот это существовать не должно в рамках западного менталитета. Мы с вами, в смысле. Понятно. Ну, сегодня твой бенефис, спорить я с тобой не буду, потому что у тебя день рождения. Ну что? А кроме того, потому что у нас еще и времени не очень много. Сейчас мы уходим на новости, после них последняя часть нашей программы. Русская служба новостей. Русновости.ру Мы знаем, как работают деньги, мы знаем, сколько они стоят, мы знаем об этом все и расскажем вам. Программа «Экономика по-русски». Продолжаем программу «Экономика по-русски». Сегодня у нас особенный выпуск. Ведем мы его вдвоем с Михаилом Хазиным. Я Денис Ракшан. Номер телефона прямого. Короче. Номер телефона прямого эфира я не могу. Короче, назвать 495-788-1070. Номер для смс-сообщения 925-111-1070. Адрес сайта русновости.ру. Вы можете присылать поздравления Михаилу Хазину с днем рождения прямо сюда. Я их сейчас немножко почитаю, все не смогу. Но всем большое спасибо от Михаила, и он сам это сейчас скажет. Скажу, скажу. Спасибо. Ну, вот у меня тут есть вопросы осмысленные. Например, почему вы с удовольствием ходите к либероидам на «Эхо Москвы» и не приходите на РСН, где разнообразная аудитория вам там больше платит? Я открою страшную тайну, не платят нигде. Вот. Что ты смеешься? Грустно, конечно, чего смеяться, нигде не платят. Грустно. Нет, ну на РСН платили они, ну, на совсем немножко. То есть это была такая чисто, как это называется? Символическая. Символическая плата, да. Вот. А так нет. Кроме того, понимаете, «Эхо Москвы» это же... Ну, вот смотрите, ну вот я не знаю, кто слушал последнюю передачу на «Эхо Москвы», там такие, значит, мальчики и девочки, которые, значит, в ужасе раскрывали рот, значит, когда я начинал говорить, и было видно, как они меня не то чтобы ненавидят, но как они искренне удивляются, как можно такое вообще вслух говорить. Я считаю, что я должен заниматься воспитанием подрастающих поколений. Этих мальчиков и девочек. Ладно, давай вернемся все-таки к экономике. О, пожалуйста. Хазин, в правильном направлении движемся. Это в сторону Северной Кореи, Чучхи Раша, Брависсимо. Это я не понял, если честно. А почему обязательно в сторону Северной Кореи, может быть, в сторону Южной Кореи? Ну, как бы, ну еще... От Северной до Южной недалеко. Глупости писать. Ну да, они объединятся скоро. Ну и что? Смотри, последняя тема, она не очень серьезная и тоже связана отчасти с Лукашенко, ну хотя и не лично с ним. На самом деле, ты, может быть, этого и не знаешь, но молодежь, которая, может быть, нас слушает... Тут написали, что слушает. Знает точно, в огромных количествах молодые люди из Москвы, в основном, ну и из других российских городов, любили съездить в Киев на денек-другой, на уикенд, на недельку отдохнуть. Потому что в Киеве раньше теплеет, потому что в Киеве, ну, есть где погулять, потому что в Киеве дешевле, потому что в Киеве было, это все было, 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 было. Как ты думаешь... Ну, понятно, что сейчас им в Киеве делать нечего, ну, кроме особо политически озабоченных, да? Теперь уже и в Одессе. Как ты думаешь, ну, в Одессе, в Одессе все-таки далеко, туда только на самолете можно было слетать. Как ты думаешь, куда теперь переориентировался весь этот отдыхающий туристический поток? Не знаю, куда. Ну, ну, давай, у тебя есть три шанса угадать. Причем вариантов-то не очень много. Не знаю. Куда переехала наша игровая зона? Ну, игровая зона в Минск переехала. Вот, вот. Туда же, оказывается, я случайно это обнаружил, туда же переориентировался вот весь поток молодежи, которая теперь на уикенд ездит в Минск. В Минск очень хорошее место. Там, может быть, не так тепло, нет каштанов, нет крещатика и так далее, но, тем не менее, он нравится, там есть, видимо, какие-то развлечения. Если кто имеет уже опыт вот этих перемещений, звоните, пишите. Вот, а к тебе у меня вот какой вопрос. Ну, давай вместе пофантазируем, куда еще? Ну, кстати, Питер, он всегда тоже был таким же. Они же примерно на одинаковом удалении от Москвы находятся. Питер 700, Минск 800 и Киев 800. Да, но Минск на запад, и там теплее все равно. Не так тепло, как в Киеве, но все равно у нас же изотермы, поскольку Атлантика, то изотермы у нас не горизонтальные с севера на юг, а вертикальные с запада на восток. Все мозги разбил на части. Да. Так, куда у нас народ оторванет теперь? За границу ездить нельзя, в Крым далеко. Почему нельзя? За границу ездить можно, но это требуется оформлять паспорта, не у всех, не у всей молодежи они есть. Ну, у нас еще есть замечательный город Астана, но до него, правда, лететь три часа очень далеко. А, ну, на самом деле, вот, собственно, почему люди ездят там в Киев, в Минск, в Питер или не ездят пока, во всяком случае, в Астану или куда-то еще? Да. А проблема, на мой взгляд, не в том, что далеко лететь или там дорого, проблема в том, что там делать. То есть, там вот на месте должен быть какой-то, ну, достаточно обширный набор всяких занятий. Я могу сказать. Да. Что в Астане очень вкусно кормят. Ну, мы сейчас про молодежь говорим, помнишь? Ну, тем не менее, молодежь... У нее другие приоритеты. Вкусно и дешево кормят. Ладно. А что приоритеты? Я не знаю, как там с ночными клубами. Так, читаю. Уважаемый Михаил Дмитрий пишет. Здоровья вам и успехов ваши так нужны для переделанной в капитализм России. Возвращайтесь на РСН, вы были. Вы были. Ты понимаешь, ты не успел еще, еще тапки не остыли, а вы уже были. Были, да. Ну, были. Были, да, сплыли. Старость, нерадость, так что... Так что возвращайтесь. Михаил, с днем рождения, последнее время доллар то вверх, то вниз, это потому, что ты не ходишь на РСН. Чем тебе к тебе? Он растет. Шутку. Приветствую Хазина, ура, ура, пишет Вячеслав. Пользователь Саша не верит в будущее поколение, поскольку все оно говорит матом. Так, не дай бог Европа будет обретать саму идентичность по украинскому варианту, мне не об этом шла речь. Михаил, вы предсказывали скорое падение евро, а он продолжает укрепляться. В чем дело? Я предсказывал скорое падение. Спрашивает Томар. А когда я предсказывал скорое падение? Ну, не знаю, тут мы уже не сможем. Это уже легенды о динозаврах. Нет, ну просто много легенд есть. Украинский Крым был доступнее для поездки. Поздравляем Михаила, пишет Крендель, почаще приглашать его. А, в Ялту будут теперь молодежи. Всегда слушают с большим интересом. В Ялту. В Ялту. Хорошо. Михаил, от всех, чьи сообщения я не успел прочесть, от всех, кто не успел дозвониться в эфир, я тебе еще раз поздравляю с днем рождения. Желаю тебе крепкого здоровья и творческих успехов. Спасибо. Приходи почаще. Я тебя приглашаю на каждый эфир на РСН, чтобы никто потом мне не пенял, что я тебя не приглашаю. Хорошо. Выговори. Если он не придет, то это уже не моя вина. Хорошо. С днем рождения. Спасибо. Всего вам доброго.